добрый день друзья сегодня я приготовлю очень очень вкусную буженину главные секреты ее приготовления это принцип маринования и соблюдение температурного режима в результате она получается сочная очень очень вкусная так как промариновывается полностью и сохраняет свои органолептические свойства то есть при нарезании у вас не будет мясо распадаться на мелкие кусочки я вам очень рекомендую приготовить вы останетесь довольны результатом а ваши родные близкие будут восхищаться вами лучше всего для этого подойдет шея или окорок также можно сделать искорейки предварительно отделив от кости я буду готовить жаропрочной посудине она у меня объемом на 3 литра и туда у меня вмещается два два с половиной килограммов мяса если у вас нет такой посудине вы можете приготовить лукаве глубоком противне также для этого понадобится соль вода йогурт жидкий или ацидобифилин на худой конец можно взять кефир и набор пряностей точная граммовка всего будет указана в описании ниже к видео мясо два два с половиной килограмма пряности смесь пяти перцев 5-6 грамм это одна чайная ложка с горкой хмели-сунели 5-6 грамм то также чайная ложка с горкой мускатный орех тоже 5-6 грамм калиандр измельченный 3 грамма и чеснок измельченный сушеный 2-3 грамма а также куркума 5-6 грамм вы можете немножко увеличить граммовку тех или иных пряностей или уменьшить все зависит от того насколько вы любите пикантные или менее пикантные соли 25-30 грамм воды 300 миллилитров и 300 400 граммов кефира или йогурта для начала я мясо нарезаю на полоски шириной примерно 5-6 сантиметров укладываю форму который буду запекать все пряности хорошенько между собой перемешиваю а соль растворяю в воде высыпаю равномерно на мясо все пряности и каждый кусок обмакиваю со всех сторон как это показано на видео таким образом получается что все мясо со всех сторон равномерно обмазано всеми пряностями соль в воде растворяю и заливаю мясо а следом выливаю ацинобифилин или кефир что у вас есть и я оставляю мариноваться на 8-10 часов обычно это делаю следующим образом я замариновываю вечером и оставляю его до утра или наоборот я замариновываю утром и оставляю до вечера мариноваться вот в этих пряностях и в рассоле вместе с кефиром через восемь-десять часов наше мясо уже полностью промариновалось я сливаю весь рассол что остается то остается но практически все снимается и ставлю выпекаться в духовку на 120-130 градусов не выше поскольку стекло толстое и нагревается медленно и чтобы внутри быстрее прогрелось мясо я его вначале первые полчаса оставляя приоткрыты и режим конвекцию включая через полчаса я переключаю на режим вверх-вниз без конвекции закрываю крышкой и оставляю еще на два часа через два часа я выключаю духовку и достаю мясо и оставляю него так остывать до ровно-тон температуры а потом выношу на холод еще на пять-шесть часов до полного полного остывания мясо у вас будет практически полностью покрыта бульоном это нормально вот так его в его бульоне надо оставить остыть когда она хорошо охладилась спустя 7 часов можно сливать этот бульон и на нем можете приготовить кашку какую-нибудь или суп подлива будет очень вкусная это уже как сработает ваша фантазия а мясо готово к нарезанию и вот посмотрите как она на видео режется тоненький не распадается цвет у него красивый и очень очень вкусно обязательно сделайте пишите ваши вопросы и комментарии если вам понравилось подписывайтесь я буду выкладывать еще субтитры подогнал «Симон»